Привет, друзья! Сегодня у нас японская головоломка в миру. Она известна как Минсеки Меиро. В дословном переводе, в таком прямом, весьма корявеньком, это можно перевести как путаница с площадями или лабиринт площадей. Лабиринт площадей мне нравится больше. Создатель этой головоломки японец, конечно, Наоки Инаба. И вот эти головоломки, они развивают очень способность нестандартно мыслить, подходить к задаче не в лоб, а как-то вот так вот искать. Довольно простые способы решения, на самом деле, всегда у этих головоломок. То есть ничего тут замудренного, у них там системы уравнений нет. Все всегда довольно просто. Вот. И есть два правила решения этих головоломок. Это я рассказываю для тех, кто впервые на канале или впервые видит у меня такую задачку. Хотя они уже были, конечно. Первое правило это использовать только целые числа, оперировать ими. То есть вот, к примеру, мы 30 хотим поделить на 15, получается у нас 2. Это ок. Получается целое число натуральное. А если мы хотим, например, 27 поделить на 15, то получается какая-то дробь. И мы делаем вид, что мы там в первом классе дроби не знаем. И, в общем, ищем другой путь решения. Дроби это не ок. И второе правило для решения этих задач, это использование только площадей прямоугольников. Ну и вообще, мы, грубо говоря, имеем дело в задачках только с прямоугольниками. То есть, несмотря на мой корявый рисунок, что вам кажется, что это вот не прямоугольник, вообще какой-то неведомый четырехугольник, это все-таки прямоугольник, потому что, ну, вот таково условие задачи. Это у нас все прямоугольники. Ну, понятно, да, что квадрат это частный случай прямоугольник, а так что квадраты тоже могут быть. Вот. И мы пользуемся площадями прямоугольников. Вот этой вот формы и целыми числами. Ну, понятно, что можно складывать, вычитать, делить, умножать. Что-то там на что-то, если нам надо. Но, в принципе, из формулы мы используем только площадь прямоугольника. Ну и, собственно, поехали. У нас вот есть такая вот фигура интересная. Этот прямоугольник в площади имеет 15, это 30, это 27. И нам известна высота вот этого прямоугольника, у которого площадь 30, она равна 5. И длина вот этих вот, как бы суммарная длина трех вот этих прямоугольников, она равна 13. Ну, собственно, найти нам нужно площадь вот этого прямоугольника. Знак вопрос специально выйдет красным, чтобы всем все было понятно, вопросов не оставалось. Итак, первое, что мы можем сделать, это поделить 30 на 5. Ну, просто так. Да, тут ставим на паузу, ребятки, если кто-то хочет порешать сам. Потому что, может, скоро развивает задачка, надо развивать его. Итак, 30 делим на 5. Что мы отыскали? 30 поделили на 5, отыскали вот эту длину 6. Правильно? Обозначим ее как-нибудь вот так. Обозначим, обозначили ее 6. Значит, вот все вот это у нас 13. Значит, на вот это вот, на вот это вот у нас осталось с вами... Сколько? 13 минус 6, 7, да? Давайте запишем это второе действие. Все-таки, что мы сделали? 13 минус 6 равняется 7. Вот, уже что-то. Теперь, считаем суммарную площадь вот этих вот двух прямоугольничков. 15 плюс 27, да? Сколько у нас будет? 42. Круто. 42 как раз делится на 7, да? Ну, как бы мы схлопаем вот эти два прямоугольничка, 15 и 27, задвигаем и узнаем, что их суммарная длина 7. Поэтому делим 42 на 7. Если кто помнит таблицу умножения, то это получается 6. Это целое число. Все классно, нам подфартило. Ну, собственно, мы получили, что вот это у нас высота равняется 6, да? А раз вот эта высота 6, это значит тоже 6, и вот это тоже 6. И вообще у нас вот эта штука получилась квадратной. Я же говорил, что рисунок корявый, но тут это же геометрия, да? Несмотря на корявый рисунок, мы всегда получим верное решение, если будем правильно мыслить. Поэтому 6 мы умножаем на 6 и получаем площадь 36. То есть вот это у нас 36, площадь этого квадрата. Вот, собственно, и вся задачка. Кто решил по-другому, пишите в комменты, буду ждать. Будет интересно посмотреть. Вдруг короче, вдруг вообще проще как-то. Ну и все, подписываемся на мой канал в Дзене, в Пульсе, на Ютубе. Везде называется одинаково. Это мы не учимся в школе. Ставим лайки, естественно, там опрещения, колокольчики, бла-бла-бла. Это уже все в курсе. Все, ребятки, пока. Субтитры сделал DimaTorzok